Конгресс переходит в наступление. Сенаторы потребовали у команды Трампа все документы за последние два года. Что именно ищут и в чем обвиняют теперь уже взятие президента. Дмитрий Анопченко следит за очередным поворотом в американской политике. Они хотят прочесть все. Письма и сообщения электронной почты, служебные бумаги и записи о встречах и телефонных разговорах. Сенатский комитет по разведке потребовал у команды Трампа документы, имеющие отношение к России. С июня 15-го года. К сотням бывших сотрудников, тем, кто работал когда-то в компании кандидата-республиканца и давно уже не поддерживает с ним никаких связей, в ближайшие дни официально обратятся с требованием перерыть свои ноутбуки и блокноты и предоставить то, что сохранилось. И повод для этого более чем серьезный. Под удар попал человек, который до этого был вне подозрений. Зять президента Джаред Кушнер. ФБР расследует его связи с Россией. И все с подачи прессы. Основываясь на материалах прослушки в Трамп Тауэр, СМИ написали о трех встречах с российским послом, которые Кушнер скрыл. Было это в ходе президентской кампании и после нее. Якобы были и телефонные разговоры и предложение организовать прямой канал связи между Белым домом и Кремлем, используя оба посольства. Сам Кушнер теперь заявляет, провел в то время тысячи встреч и телефонных звонков не обо всех и упомнит. Ну, прекрасно понятно. Удар не по нем. Удар по президенту Трампу. Самого же Трампа пока вспоминают в прессе больше в контексте переговоров с лидерами стран НАТО. Журнал Форбс выяснил неизвестные детали. И пишет сегодня, что европейцы рассчитывали смягчить главу США общими словами о взаимной обороне и борьбе с терроризмом. Но он не стал действовать по ожидаемому сценарию. Трамп открыто раскритиковал членов Альянса за невыполнение финансовых обязательств. Ну, это не честно. И в итоге лидеры стран ЕС разъезжались с чувством беспокойства и раздражения, уверяет журнал. Но раздражения теперь хватает и у самого Трампа. Только по поводу происходящего в Вашингтоне. Ну, а поводы для беспокойства жизнь ему тоже подбрасывает. Каждый день. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала Интер.